Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. В белорусской армии отмечают День Танкистов. Люди этой профессии умеют управлять мощными образцами, укращать огонь стальных гигантов. Они первыми идут в бой и принимают основной удар противника на себя. За вековую историю рода войск боевые машины сильно изменились. Сами танкисты остались прежними. Как правило, в эти подразделения идут люди, уже заочно влюбленные в тяжелую технику. Грозную, маневренную, практически непобедимую на суше и в воде. Выбирал профессию я с глубокого детства, смотря патриотические фильмы, связанные с танковыми войсками. Посмотрел эти фильмы, я видел, что как люди управляют такой боевой машиной в легкости, я понял, посмотрел, почему бы и мне так не сделать. И по окончанию школы я решил поступить на военную академию Республики Беларусь, на общий войсковой факультет по специальности управления танковыми подразделениями. Оглушительные выстрелы для экипажей привычный рабочий шум. Учебные баталии не утихают на белорусских полигонах практически круглый год. Чтобы справиться с нервным напряжением и поразить все цели, нужна особая атмосфера внутри экипажа. Если он сложился удачно, то это дружба на всю жизнь. Поначалу надо было свыкнуться друг с другом, но через месяц, даже меньше, мы нашли тонкую нить, которая должна быть вместе в экипаже. У нас получалось все, слаженность действий. Если говорил, нужно сделать так, они все выполняли. Танковый братство всегда есть. Это коллектив, который поддержит тебя в трудную минуту, что-то подскажет, надаст тебе какой-то напутственный совет. Говорят, своя ноша не тянет, даже если это 40 тонн металла. Столько весит танк. Только один раз в год в свой праздник экипажи оставляют боевые машины, чтобы надеть парадную форму, а утром от поздравлений, наград и аплодисментов вернутся к привычному радующему ухо гулу двигателя. Сохраним прошлое. Защитим настоящее. Обеспечим будущее. Вооруженные силы Республики Беларусь. На 227-м общевойсковом полигоне прошло тактико-специальное учение отдельного ремонтно-восстановительного батальона бронетанковой техники. Подробности у нашей съемочной группы. Танки грязи не боятся. Это точно. Но на полигонах, а тем более в реальном бою, всякое может случиться. И тогда бронированная машина теряет свою ударную мощь. Быстрое и качественное восстановление техники сегодня актуально как никогда. Сделать это в полевых условиях могут только хорошо подготовленные специалисты, имеющие опыт по лечению тяжелых образцов. И такие люди в Беларуси есть. В мирное время некоторые из них трудятся в народном хозяйстве, но в случае необходимости пополнят ряды ремонтно-восстановительных батальонов, в том числе в Уречии. С целью проверки отдельный ремонтно-восстановительный батальон бронетанковой техники приведен в боевую готовность полная. Совершил марш из пункта постоянной дислокации на 227-й общевойской полигон. С личным составом батальона проведены занятия в рамках одиночной подготовки, проведено боевое слаживание. Сменив район сосредоточения, часть приступила к выполнению задач. На данный момент мое подразделение занимается ремонтом переданных образцов бронетанковой техники. По окончании ремонта данные образцы бронетанковой техники будут переданы в свои войсковые части для дальнейшей эксплуатации. На время учения из запаса призваны на сборы 100 военнообязанных. Живут они в полевом лагере, где созданы все бытовые условия. Собрался довольно хороший коллектив. Каждый из них знает свои обязанности, свою работу. В настоящее время выполняют все поставленные задачи на отлично. Как сделать свой дом крепостью? Ответ на этот вопрос, конечно, знают его жители. И если они объединят усилия для защиты своей земли, Беларусь станет гораздо крепче. Пожалуй, это главный вывод, который сделали на нынешнем учении запасники. В эфире Анфас. Новости столичного гарнизона продолжат программу. Белорусские военные приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». Оно проходило на девяти полигонах Восточного военного округа Российской Федерации, в акваториях Японского и Охотского морей. В маневрах приняли участие свыше 50 тысяч военнослужащих. Отечественные подразделения действовали в составе многонационального контингента из 14 стран. В военной академии прошла встреча курсантов с государственным секретарем Совета безопасности. Генерал-лейтенант Александр Вольфович проинформировал будущих офицеров о геополитической обстановке, перспективах развития вооруженных сил. Также госсекретарь осмотрел учебно-материальную базу вуза и пообщался с профессорско-преподавательским составом. Военный факультет БГУ, в свою очередь, с лекции посетил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор Павел Муравейко. 80 лет исполнилось западному оперативному командованию. Объединение правоприемник 28-й общевойсковой армии. Боевой путь, который начинался 5 сентября 1942 года в Астрахани и прошел через Прагу и Берлин. Сегодня ЗОК – это качественно новый армейский организм с оптимальной структурой и сбалансированным боевым составом, способный эффективно обеспечивать безопасность страны. Военнослужащие регулярно участвуют в маневрах и международных тренировках, демонстрируя высокую выучку и мастерства. Детский сад для семей военнослужащих открылся в микрорайоне Южный, города Брест. Дошкольное учреждение рассчитано на 60 мест. Современный дизайн, просторные игровые комнаты и спальни, благоустроенная дворовая территория. Здесь созданы все необходимые условия для обучения и развития маленьких дошколят. Белорусская армия активно участвует в уборочной страде. Помощь сельскохозяйственным организациям военные оказывают в двух регионах страны. На сегодняшний день в Гродницкой и Витебской областях военные водители доставили с полей порядка 25 тысяч тонн пшеницы и рапса. В урочище Ивановщина Логойского района прошло перезахоронение останков мирных жителей, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. В результате поисковых работ с участием 52-го специализированного батальона в этом месте обнаружено и извлечено более тысячи костных останков, в том числе женщин и детей. Установленные при этом Генеральной прокуратурой факты свидетельствуют о целенаправленном циничном уничтожении нацистами и их пособниками белорусского народа. Преодоление водных преград – обязательный элемент подготовки механиков-водителей. Наш корреспондент Павел Гордейчик отправился в одну из школ 72-го объединенного учебного центра и узнал, как проходит обучение этих специалистов. Курсанты Борисовской учебки продолжают изучать возможности боевых машин. Позади стрельбы на директрисах и вождение на автодроме. Сегодня гвардейцы учатся преодолевать водные преграды на бронетранспортерах. На площадках центра развернулось несколько учебных точек. Меходы отрабатывают различные нормативы, готовят технику, тренируются действовать при нештатных ситуациях. Организованы учебные места непосредственно плав машин, подготовка машины к плаву, где обучаемые тренируются в отработке, по технической подготовке. Также тренируются действия личного состава в эвакуации машины. И еще одно учебное место – это требование безопасности. С личным составом проведены занятия, оформлены до пуска, поскольку это сложный такой элемент, и как с психологической точки зрения, так и с технической. Все прошли углубленное медицинское освидетельствование непосредственно перед плавом. Павел Чумак уже несколько месяцев практикуется в вождении бронетранспортера. За это время стал уверенным водителем многотонной техники. Сегодня парень готовится к очередному тест-драйву. В нем много чего есть интересного. Как я, механик-водитель, первый раз столкнулся с такой техникой, мне очень понравилось. И большая машина, и тяжелая. Да, где-то тяжело с этой техникой справляться, но всему учиться надо. Я сейчас, пока буду начинать плавать, очень сильно хочется попробовать, ощутить, что это такое, что это техника, как она будет себя ощущать на плаву, как она в управлении. Судя по тому, как она большая, крупногабаритная машина, хочется попробовать все это движение. Техника готова, механики тоже. По сигналу руководителя занятий бронетранспортер срывается с места и входит в воду. Курсантам необходимо преодолеть около 200 метров. В ходе нынешних занятий упражнение отрабатывается не на время, а на качество выполнения. За процессом пристально наблюдают опытные инструкторы. Они закладывают основу, потом в войсках они совершенствуют данные навыки и оттачивают свое мастерство. Оценивается правильность действия обучаемыми и реагирование их на сигнал управления инструктора и руководителя занятий. Механик-водитель рядовой Афличев сегодня первым покорил водную стихию. Как утверждает Евгений, опыт вождения на плаву запомнит надолго. Тут нужно иметь не только техническую сноровку, но и психологическую. Плюс ты понимаешь, что сейчас ты один, а дальше в будущем ты будешь ездить с командиром, плюс наводчик, плюс экипаж. Остальное семь человек. И не только себя переправляешь, но и остальных людей. Итогами занятий сегодня остались все довольны. Руководители высоко оценили подготовку курсантов и их стремление изучать новые возможности боевых машин. Не скрывая свои радости и механики, очередной этап подготовки успешно пройден. В столице завершился второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны. Во время командно-штабного учения более 300 военно-обязанных отработали задачи по охране и обороне объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Более 300 минчан из Советского, Первомайского и Центрального районов на три недели встали в строй. В армейскую науку погрузили специалисты банковской сферы, IT-отрасли, строительного сектора и других профессий. У некоторых перерыв в службе составил два десятка лет. Другие вовсе впервые примерили военную форму. Данные сборы пришли с пользой для профессиональной подготовки личного состава. Военнослужащие, которые были призваны, они совершенствовали свои навыки. Среди них даже было несколько человек, которые не служили в вооруженных силах. И они впервые приняли в притягу, наверное, с Республики Беларусь в наших рядах. Главы районов Минска сменили привычный деловой костюм на униформу. Без отрыва от основной деятельности госслужащие включились в работу. К слову, за время проверки ни одна административная процедура не была просрочена. Управленцы не боятся дополнительных задач и реагируют на внезапные вводные безупречно. Это обычная работа, которая проводится постоянно. Потому что сегодня была не просто отработка, это уже проверка тех вопросов, которые находятся на постоянном контроле. И сегодня мы можем уверенно сказать, что эти подразделения, которые у нас были задействованы, они сработали на достаточно хорошем уровне. Объекты энергетики, водоснабжение, теплосети и даже столичная подземка – ключевые сооружения для города. Они нуждаются в особой охране. Их выход из строя может привести к настоящему коллапсу. Например, водонапорная станция в Первомайском районе обеспечивает порядка 50 тысяч минчан. На её защиту в ходе тренировки были направлены силы территориалов. Практика показала, что и исполнительные органы власти, военные комиссариаты с этими задачами справились. Военнообязанные, призванные из города Минска, показали и стремление, и желание освоить основные навыки по владению оружием. И сегодня на ходе учения продемонстрировали свою готовность решать поставленные задачи. От исправности этой электрической подстанции зависит работа заводов, больниц, станций метро. Усиленную охрану объекта обеспечивают в том числе с помощью мобильных средств радиоэлектронной борьбы. Они помогают военно обязанным противостоять беспилотникам. Тем временем сложность задач возрастает. Блокпост в лесном массиве штурмует диверсионная группа. Противостоят ей территориалы, которые работают совместно с другими силовиками. Это кульминация нашей подготовки. Тех 20 дней, которые мы здесь находились, безусловно, не все сразу вспомнилось, когда нас собрали на эти сборы. Но в течение вот этих 20 дней у нас была теоретическая подготовка, были практические занятия. И, соответственно, здесь уже мы отработали все прекрасно, на мой взгляд. Среди тех, кто учится оборонять родной край, соседи, просто знакомые и даже братья. Сергей и Максим Трофимовы срочную службу прошли раздельно, но на сборах боевые задачи выполняют вместе. В трудовой у обоих значатся «строители», а в подразделении они «гранатометчик» и «командир отделения». Если придется, готовы встать в строй еще не раз. Если надо, значит надо. И Родина прикажет. Такую масштабную и разностороннюю проверку военнообязанные столицы проходят впервые. Показывают достойные результаты, что руководство армии города подчеркивают на церемонии завершения сборов. Каждый из нас работает в разных хипостасях, на разных местах. И вот такая вот перемена, такая вот возможность вжиться, влиться в воинский коллектив, быть в этом коллективе, видеть это изнутри и тем самым мобилизоваться на какие-то многие вещи, физически, интеллектуально, это для каждого, наверное, очень-очень важно. Но еще, наверное, важнее каждому это действительно почувствовать себя настоящим мужчиной, настоящим защитником своей Родины. Ясно, что территориальные войска не альтернатива профессиональной армии, но существенная ее поддержка. Принцип действия этих людей прост. Защита города, улицы, двора. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры сделал DimaTorzok